И теперь о главных новостях дня, одна из которых наверняка привлечет внимание многих жителей региона и вызовет массу возмущений. Еще бы, ведь сегодня выяснилось, в Усолье-Сибирском автомобилем скорой помощи управлял водитель, не имеющий прав. Кроме того, оказалось, что 25-летний мужчина – любитель езды в нетрезвом состоянии. А раскопать всю эту информацию удалось после того, как сотрудник усольского медучреждения попал в ДТП. Когда инспекторы ГИБДД начали разбираться в обстоятельствах аварии, оказалось, что водитель скорой вообще не имел права садиться за руль и перевозить врачей и пациентов. Мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения пациентов, полицейских, причем в состоянии алкогольного опьянения. Правда, не на служебном, а на своем собственном автомобиле. Первое такое нарушение было зафиксировано в 2016-м. Водителя тогда лишили прав на полтора года. В сентябре прошлого года повторное нарушение стало поводом для возбуждения уголовного дела. Один маленький нюанс – само водительское удостоверение осталось на руках у мужчины. Документы он продемонстрировал при устройстве в скорую несколько месяцев назад. При этом скрыл тот факт, что не имеет права садиться за руль. Он ввел в заблуждение руководство подразделения. Поэтому сегодня возвращаюсь на рабочее место, проводим служебное расследование. Водитель будет уволен, безусловно. Ну и по результатам проверки будут вынесены и другие правовые решения.